Итак, в данном видеоролике по запросам аудитории я бы хотел рассмотреть технологический сектор российского рынка компании Яндекс, Озон, Мэйл и компанию Софтлайн. Начну с компании Яндекс. Ну, что тут сказать. Красивые свечи падения, красивые пробои боковика уровня 4500 рублей за акцию. Значит, даже выше поставим его. Вот. В принципе, сейчас Яндекс будет тестировать уровень Yamaha 100 4550 рублей. В случае незакрепления цены выше данного уровня, ну, начинается сдув пузыря в этом эмитенте. Цели будет ниже 3700. Это базовая цель. Это то еще, о чем я вот здесь озвучивал. Здесь, вот здесь, вот здесь. Короче, в этом боковике Апширом я и говорю, что будьте аккуратны. Боковик в плане торгов это хорошо, но если смотреть Яндекс под инвестицию, нужно максимально аккуратно. Потому что, повторяюсь, очень важный уровень поддержки в Яндексе это Yamaha 200 3690 пунктов. Ну, рублей за депозитарную расписку. Надо помнить то, что весь широкий перечень российского технологического сектора, он себя уже очень сильно откорректировал. И вот только такая бумажка, как Яндекс, еще даже не допадала до своих важных разворотных уровней. Даже если по месячному графику посмотреть, то потенциал снижения есть ниже. Ну, вот смотрите. Видите, пробой полосы Больнджера, да? Медианы 4 900 пунктов на рублей за депозитарку. Вот. Формацию... Нет, это не клин. Нет, формации никакой нет. Уровень пробили, алгоритмический уровень ниже. Видите, 3 700 опять же. По месячному графику это Yamaha, по-моему, 50-я указывается здесь. Первая такая большая Yamaha. Так что цели ниже. Вот. Тут надо быть максимально аккуратным в Яндексе. Что касается компании Ozone, беспросветно бумага падает. Даже на месячном графике, в принципе, пока еще дунышко не видно. Но с другой стороны, в этой бумажке можно было бы ожидать такого потенциального отскока. Еще раз укажу уровень. Первый это 2 530, второй это 2 715, третий это 3000. Вот до этих уровней, учитывая то, что бумага очень сильно перепродана, на экстремах находится, то отскок этим уровнем, в принципе, имеет место быть. Но отвечая на вопрос, почему она так сильно падает, ну, знаете, честно, я не знаю. Вот не могу сказать. Но с другой стороны, возможно, здесь вытряхивают лонговых участников рынка. Ну, спекулянтов-лонгистов. Очень даже это вероятно. Конечно, может быть, тут толпа с плечами засела вот на этих эшелонах, да, то есть еще в апреле 2021 года, и после чего бумага полетела вниз. Но, опять же, она прям так радикально падать не будет. С отскоками падать, да. Так что цели тут, скорее всего, будут еще ниже. В Ozone. Компания, ну, Mail, не Mail, как ее можно теперь назвать-то, ВКонтакте, ВКО, здесь также цели ниже 900, ниже 1000 мы достигли. В принципе, учитывая серьезную перепродность ценовую, я бы здесь ожидал отскока к уровню, первому уровню сопротивления, локальному 955, второй локальный 1000. Ну, вот к этим эшелонам, в принципе, можно было бы ожидать. Но, опять же, не шибко сильного роста, не разворота, а чисто отскока на факторе сильных экстремов переплодности. Вообще, я раньше смотрел компанию Mail на Лондонской бирже, вот видите, тут, правда, ребрендинг был недавно, соответственно, они график тоже обновили. Вот, ранее были цели 13 баксов, к ним цена пришла. Ну, вот сейчас цели, если посмотреть на, как вот торги на данном рынке Лондонской биржи, то первая цель, тоже важная, 11 долларов 60 центов. Далее, компания Softline, тоже наши некоторые читатели про нее вопросы задавали. Ну, смотрите, после народного IPO компания упала уже на 16%, в моменте падала на более 20%. В принципе, если по дневному графику смотреть, то потенциал снижения все еще имеется, потому что, видите, на алгоритмичных уровня цена торгуют, соответственно, цели находятся вот здесь, вновь тут. 450, там, 448 рублей за акцию. Пока здесь ловить, в принципе, нечего. Да и с другой стороны, Softline, да, он около тех, около технологической компании, но это не абсолютный тех. Да и вообще, в российском рынке нет абсолютных техов, откровенно, если говорить. Все эти компании в виде Mail, Яндекс, ВКонтакте, Softline, они барыжат теми или иными услугами. Ну, например, Яндекс активно выезжает на рекламных интеграциях, на своих ресурсах. В ВК тоже самое. Там ряд других компаний тем шам занимаются, поэтому назвать их техами, язык не поворачивается. Но для общего обозначения можно их так хотя бы около того называть. Вот, поэтому Озон, ВК, Яндекс, Softline пока будут снижаться. Идеи особых в них нет. Да, если уж откровенно говорить, то и драйвера тут нет никакого для того, чтобы эти компании пошли под такой серьезный разворот. Вот. Отскок, да, вполне разворот маловероятно. Это надо учитывать. Поэтому, если вы торгуете вдруг компанией Яндекс, ВК, Зоны и Softline, будьте аккуратнее, цели ниже. На этом все. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok